Напоминает это 100% какую-нибудь британскую архитектуру, британские замки. Петергоф это город, небольшой городок. И Петергоф это уже непосредственно дворцовый комплекс. В Петергофе фонтан Большой Каскад самый красивый и торжественный среди всех фонтанов. Пенсионный фонд, куда лошадей отправляли уже из вот этих вот императорских конюшен. Сразу резиденции. А начал свое существование с небольшого домика для отдыха Петра Первого. Вот это ребята императорские конюшни. Я сейчас посмотрите где. Нет, это не какой-нибудь Кембридж или Оксфорд. Напоминает это 100% какую-нибудь британскую архитектуру, британские замки. Еду я себе, еду. И вот такое передо мной здание. Напоминающее какой-то замок. Не знаю, что-то готическое элементами своими. Так вот, я сейчас не где-то за границей, а я сейчас в России. Я сейчас рядом с Санкт-Петербургом, а конкретно в Петергофе. Вот это, ребята, императорские конюшни. Попасть туда сейчас нельзя. Все закрыто. Там много травы. Ну, понятно, что это реставрируется, скажем так. Но, правда, сейчас никаких реставраций не идет. То есть, в таком замороженном состоянии внутрь туда вы не попадете. Но пофоткаться снаружи, посмотреть снаружи, это обязательно нужно сделать. Ну, как бы очень круто. Конюшни, да? Казалось бы, нифига себе такое отгрохать. Ну, естественно, это сейчас у нас у людей небедных есть свои автопарки, коллекции, музеи. А раньше как бы автопарков не было у них. Ну, в 17 веке какой автопарк, да? В 17-18 века у них конюшни, кареты. И вот еще у Петра Первого у него были конюшни эти деревянные. А потом Николай Первый, он приказал, ребята, ну-ка, мои кони должны жить по-царски. Позднее там планировалось соорудить даже бассейн для лошадей, украсить все это дело часами. Но Крымская война, бюджеты пришлось распределять, строительство, естественно, начали урезать денежки. И архитектору, и, по-моему, там 200 каменщиков работало. И проект уже не получилось довести до того ума, как изначально это все планировалось сделать. На сколько же лошадей, наверное, логичный вопрос, была рассчитана эта конюшня? Всего было 328 лошадей. И это количество поддерживалось. Что интересно, когда лошади уже становились старые, и их не забивали, относились к ним очень хорошо. И вот эти императорские лошади, кони, значит, уходили, так сказать, на пенсию. И был специальный корпус отдельный, как бы пенсионный фонд, можно его так назвать, куда лошадей отправляли уже из вот этих вот императорских конюшен. Петергоф, который был создан благодаря вдохновению и желанию Петра I затмить наменитый Версаль, нередко с этим Версалем и сравнивают. Однако не все знают о том, что посетив французский Версальский дворец, Петр I не особо был им очарован. В частности, потому что дворец Версаля огромен. Его территория составляет 815 гектар, в то время как территория Петергофа 115 гектар. А император испытывал некий дискомфорт и даже страх перед большими пространствами. Чем Петр I в самом деле был впечатлен, так это Версальскими фонтанами. Особенно его внимание привлекли фонтаны-шутихи, которые резко включались в самый неожиданный момент и обливались ног до головы ни о чем не подозревающих прохожих. Но если начать сравнивать два великих дворца, становится видно, что на самом деле у них больше различий, чем схожих моментов. Сперва появляется Версаль. Его строительство начинается в 1661 году под руководством короля Людовика XIV. Но история дворца начинается еще в 1623 году, когда Людовик XIII изъявил желание о постройке небольшого охотничьего замка. А позже, с 1624 года и по 1631 год, по распоряжению короля, архитекторы Жак Лемерсье и Филибер Леруа переустраивает охотничий домик в резиденцию. Территория Версаля составляет 815 гектар. Архитектура дворца выполнена в стиле барокко и классицизма. В Версальском дворце более 700 помещений, 1252 камина, 67 лестниц и 2153 окна. Здесь были королевские залы, которые в свою очередь делились на большие и малые апартаменты короля. Салон войны, зал Аполлона и зеркальный зал. Это целая галерея в стиле барокко. И вы знаете, Петергоф у меня всегда ассоциировался с дворцом Петра и больше ничего. Но на самом деле для меня это было, скажем, небольшим открытием. Петергоф, его можно разделить, скажем так. Петергоф это город, небольшой городок. И Петергоф это уже непосредственно дворцовый комплекс. И многие, кто приезжают сюда смотреть издалека, ну как бы я не совсем издалека, конечно, из Москвы приехал, смотрят дворец, дворцовый комплекс и уезжают. Сам город Петергоф здесь проживает под 100 тысяч человек. Город очень милый, такой прикольный. Здесь есть где остаться. Да, и когда вы будете приезжать в Петергоф, значит, моя рекомендация, это не только уделять внимание дворцовому комплексу. Там, значит, верхний сад, нижний сад. Ну и, естественно, гулять там можно целый день. Вот я вчера был, планирую еще сегодня. Естественно, стоит уделить внимание самому городку. Проехаться, посидеть в кафе, почувствовать такой вот этот дух. И здесь много зданий еще времен довоенного времени. Да, и посмотреть вот эти вот здания, жилые комплексы. Очень прикольно, очень мило. Здесь нет многоэтажек каких-то, суеты. Все очень спокойно. Вот посмотрите, кафе Вена. Тоже здание, я предполагаю, ему за сотку лет это 100%. Вот здесь сейчас кафе, зашел, поел. Здесь есть храм, собор Петра Павла. Сейчас он на реконструкции. И перед ним очень классный тоже парк. Такой небольшой, как сквер. Петергоф же сперва назывался Петергоф. И с немецкого переводился просто Двор Петра. Какое-то время после Великой Отечественной войны он назывался Петродворец. Но в 1997 году название Петергоф было возвращено городу. Так же, как и в случае с Версалем, Петергоф не стал сразу резиденцией. А начал свое существование с небольшого домика для отдыха Петра I у Финского залива. Петр всегда мечтал о дворце на берегу Балтийского моря, чтобы его окружали сады и фонтаны, как в Европе. Первый раз Петергоф был упомянут в 1705 году как путевый двор. И представлял он собой пристань для переезда на остров Котлин. Это была одна из многих мыс, попутных светлиц, которые были построены по дороге из Санкт-Петербурга вдоль южного берега Финского залива. В 1712 году начинается строительство загородной императорской резиденции для Петра I. В 1714 году был заложен Большой дворец. Территория Петергофа составляет в целом 115 гектар. Дворец сооружен в стиле елизаветинского барокко. На территории дворца находится 30 залов. Парадная лестница, танцевальный зал, голубая приемная, белая столовая, китайские кабинеты и многие другие помещения. Есть даже куропаточная гостиная. Она же бодуар, представляющая собой анфиладу комнат женской половины дворца. Расположенная в непосредственной близости от спальни и туалетной, она использовалась для утреннего времяпровождения императриц в ближайшем окружении. Своим названием комната обязана изысканной отделке стен. А я в пятницу после работы психанул и просто прыгнул в машину, не заезжая домой. Кинул рюкзак, видеокамеры, чемодан и на Питер, а точнее на Петергоф. И в 2 часа ночи я приехал сюда. Вот это моя гостиница. Вот напротив прям храм Петра и Павла. Как я уже сказал, он на реконструкции, бьют колокола периодически. Вот эта гостиница называется Новый Петергоф. Современная хорошая гостиница, вопросов к ней нет. И что здесь прикольно? Во-первых, сам дворцовый комплекс Петергоф пешком, отсюда 10 минут пешком. Здесь есть подземный паркинг и я вот как машину поставил туда, я ее не доставал оттуда. Вот отсюда выходишь и сразу же вид на озеро. Здесь люди вокруг бегают, катаются на велосипедах. Кстати, можно взять в аренду велосипед прямо вот на территории гостиницы. Здесь сразу же озеро. Я все это озеро не выходил, а так походил по одной его стороне. Сказать не могу, что на другой стороне, но вам и тут за глаза хватит просто. Если вы закладываете сюда один день, это мало. Один день это только посетить сам дворцовый комплекс. Здесь надо посмотреть и сам город. И плюс отсюда, значит, полчаса отсюда. И у вас Екатерининский дворец. Это еще один день надо, чтобы все там посмотреть. И плюс еще полчаса к этому. Короче, отсюда около часа и вы в Гатчине. Гатчина это тоже там еще, значит, дворцы. Гатчинский дворец обязателен просто к посещению, к просмотру. И там кирха. Тоже очень круто. Ребята, у меня, кстати, есть два выпуска и про Гатчину, и про кирху, и про Екатерининский дворец. И про Петергов у меня, но у меня Петергов не летний. Все это тоже есть, поэтому я, кстати, когда прикреплю линки, давайте к этому видео. Вот под видео, если вам интересно, посмотрите, в другое время года, как это все выглядит. И вот еще, что я вам хотел показать. Вот, смотрите, дома с резными ставнями из дерева. Вот ходишь, гуляешь, и прям вот такие всякие различные здания. Ну, очень прикольно. Вот, смотрите, там тоже на углу стоит еще один такой же домик. И тут вот буфет, ресторан, трувель. Я там не был, но, я говорю, полно всего. Вот буквально там две минуты вышел, две минуты от гостиницы. Кстати, отсюда, из Петергофа, мы рванем на Карелию. Здесь несколько часов, и все, и вы в Карелии. А вот, вот то, о чем я говорил, вот то, о чем я говорил, как раз велосипеды вот эти, можно взять в прокат все. На территории Петергофа находится 150 фонтанов. На территории Версаля – 1400. Один из самых известных фонтанов Версальского дворца – фонтан Латоны. На верхнем ярусе находится статуя богини Латоны. В Петергофе фонтан «Большой каскад» – самый красивый и торжественный среди всех фонтанов. Большой каскад имеет длину по фасаду 42 метра. Три лестницы, по которым водопадами струится водяной дождь. Два грота, 252 скульптуры, 29 барельефов, 64 фонтана. Верхний и нижний гроты – это архитектурный центр фонтана «Большой каскад». Если же сравнивать дворцы по атмосфере, то Версаль – это сила и власть, в то время как Петергоф больше располагает к отдыху и спокойствию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова